звукорежиссура как и музыка как и любая творческая профессия это те специальности которые не мы выбираем а которые выбирают нас ну представьте себе ребенка который нравится рисовать которому нравится танцевать или петь он это делает не потому что он хочет это сделать своей профессии зарабатывать этим на жизнь а он это делает потому что ему это нравится это нравится и все вообще путь звукорежиссури очень длинный у вас уйдет 10 лет для того чтобы зарабатывать какие-то приемлемые деньги и кормить семью поэтому если вы можете этим не заниматься то лучше не заниматься этим вообще так друзья сейчас мы находимся в студии а здесь у нас консоль amic media 5.1 это английская консоль аналоговая абсолютно с полной динамикой и цифровым управлением и так продолжим профессия звукорежиссера саунд-продюсера лежит на стыке двух профессий с одной стороны это музыкант с другой стороны это инженер ну примерно так у меня в жизни сложилось потому что моя мама оперная певица которая всю жизнь проработала в капелле в петербургской в петербурге отец инженер радиоэлектроник вот и соответственно у меня было очень много времени я проводила в детстве за кулисами потому что маме было негде меня оставить а отец со своей стороны привил мне любовь к паяльнику и мы собрали с ним первый магнитофон на который собственно я делал свои первые записи примерно к десятому классу я уже понимал чем я буду заниматься и с одной стороны я поступил в институт связи больше бруевича на инженера электроника а с другой стороны я поступил в музыкальное училище и все ближайшие 10 лет после этого я собственно занимался сольной карьеры как вокалиста и был солистом джаз-рок оркестра и до 30 лет это все продолжалось где-то к 30 годам наверное я понял что это не совсем мое и с 30 лет собственно я сел уже в студию за пульт это была первая студия которую я построил своими руками это студия группы форум я думаю что не все помнят эту группу но наверняка все помнят солиста первого солиста этой группы это виктор салтыков первый микс который я сделал был категорически ужасен дело в том что делали мы его на недорогой чешской акустике tesla у которой нет ни низких ни высоких частот она абсолютно серединистой поэтому микс получился как бабочка или как засохший сыр уже спустя несколько месяцев из под моих рук вышел первый хит трек летняя зима группы форум и моя заслуга наверное только в том что своим сведением я собственно не испортил этот микс потому что это очень всегда просто сделать а песня была хитом она реально играла из каждого утюга на улице везде и песня была хитом только потому что она сама по себе была очень хороша сейчас мы находимся в студии бы здесь у нас тоже английская консоль она называется solid state logic здесь очень много приборов с красивыми ручечками и таким же красивым звуком ну первой своей удачной работой как саундпродюсера я считаю альбом группы танцы минус который мы записали со славой питкуном в девяносто шестом году работа была очень большая кропотливая долгая то есть запись альбома ушло более полугода потому что мы фактически и партии придумывали при все прямо в студии и продюсировал я этот альбом после того как альбом был готов альбом получился реально удачным слава забрал свой альбом и поехал покорять москву это были 90 90 были тяжелые не только для всей страны но и для меня в том числе вообще 10 лет первые 10 лет в профессии достаточно тяжело прокормить семью достаточно тяжело зарабатываются деньги тем не менее до 98 года мы еще как-то держались а в 98 году когда жахнул кризис я уже не мог прокормить семью на свою профессию и мне пришлось тоже уехать из моего любимого питера в москву к тому времени у меня уже было приличное портфолио это пару альбомов группы форум и сергей рогожина то опять же танцы минус работы с ларисой долиной и альбертом осаду ли нам еще там многими другими питерскими музыкантами то есть мне уже было что показать меня взяли на крупный московский лейбл по тем временам это cream records и здесь мне несказанно повезло во главе cream record стоял продюсер леонид гудкин это бас-гитарист легендарной группы автограф мне было у кого поучиться дело в том что гудкин долгое время жил в америке и знал американский рынок шоу-бизнеса изнутри около полугода наверное даже может и побольше мы занимались тем что я работал над записью вокала для первого альбома данка вообще здесь очень интересная ситуация дело в том что все поп исполнялись или делятся на две категории на артистов и вокалистов при этом артисты не умеют петь а вокалисты недостаточно артистичны а вот так чтобы все в одном это большая редкость данка не был ни артистом не вокалистом и это огромный его плюс потому что всегда человека легче научить чем переучивать вообще в креме всегда была движуха постоянная движуха очень много артистов это и агутин и варум и один раз мне даже удалось пугачёву подписать но ей это не понравилось она сказала что мне дома в тапочках гораздо уютнее и приятнее это делать вот кроме российских артистов там были американские европейские там же в принципе я записал с французами русскую версию мюзикла но торт там до паре песни были лет пять наверно звучало из каждого ларька и вообще работа в крем records это очень хорошая большая школа году мне удалось поработать в команде мюзикла вывел раки от группы queen дело в том что в 2004 году прошла премьера мюзикла мюзикл был куплен в англии у группы queen вместе с костюмами оборудованием и в том числе студии и когда в 2006 году мюзикл перестал существовать нам опять повезло мы купили студию у группы queen и теперь в 2006 года мы переезжали трижды и всегда вот эта дверь с автографом роджера тейлора ездит с нами и сейчас она тоже с нами здравствуйте сегодня мы находимся на студии александр цыплухина про sound здравствуйте александр влад привет и всем привет мы знаем что вы директор продюсерского центра учебного центра школа музмейкеров и ведущий саунд продюсер скажите пожалуйста что для вас первоначально про sound или музмейкеры да вопрос конечно интересный ну смотрите на самом деле было учебный центр это дело моих последних 20 лет жизни а про sound это собственно дело всей моей жизни и людям которые приходят ко мне учиться им интересно учиться у играющего тренера до у человека который сам работает и имеет опыт и имеет собственные работы поэтому наверно все таки про sound это первично хорошо почему вы решили связать свою жизнь с музыкой тоже интересный вопрос на самом деле я родился в семье музыканта у меня мама оперная певица и по сути я в музыке с самого рождения да поэтому собственно не я выбрал музыку она выбрала меня вот и так вот по жизни я с этим и живу чтобы вы могли посоветовать для людей которые начинают свой путь в профессии sound продюсер или же просто продюсер ну во первых я хочу сказать смотрите допустим айос программист на сегодняшний день там зарплата в 160 тысяч рублей это небольшие деньги для такой работы для того чтобы выучиться на айос программиста вам нужно пройти курс примерно в там в четыре месяца и у вас будет такая зарплата звукорежиссуре такого нет и музыки в принципе да потому что человек учится 10 лет музыкальной школе пять лет в институте потом колоссальная практика опыт и так далее затраты огромные поэтому чтобы я вам посоветовал друзья вот что я вам посоветую если вы можете этим не заниматься никогда этим не занимайтесь идите в ios программисты торгуйте чем-нибудь и будете сыты и здоровы то есть здесь профессия такова что ахла что если ты без этого жить не можешь тогда это твоя профессия твоя а если это не для тебя не цель и не смысл жизни то он наверное в этом нет никакого смысла есть еще один момент потому что из десяти допустим учеников которые у меня выпускаются ежегодно могут допустим из десяти человек в профессии остаются два ну три от силы и проблема в том что первый период 5-7 лет достаточно трудно прокормить себя тем более если у человека есть семья и многие ломаются и просто уходят и из этого бизнеса почему тогда решили преподавать если это так сложно но преподавать но на самом деле все началось там достаточно давно 2001 году когда мы работа я работал в компании cream records у нас была потребность в обучении своих же сотрудников которые приходили к нам потому что была очень большая текучка и приходилось там человек стажируется два-три месяца потом полгода работает и потом он увольняется уходит куда-то на другое место вот и тогда мы решили организовать курсы собственным для своего же персонала и когда я начал преподавать 100 поначалу ну я как это это все этим эмпирически делал и со временем мои знания опыт они стали систематизироваться и когда я объяснял людям что-то другим людям то я сам понимал это лучше я стал лучше разбираться и собственно мои миксы и мои работы они стали существенно лучше и чем дальше тем вот это совершенствование она взаимосвязана то есть профессия и обучение одно помогает другому александр скажите должен ли музыкальный продюсер быть музыкантом ну вопрос ответ неоднозначный если вы не планируете работать с музыкой а планируете быть звукорежиссером кино на площадке и так далее вам не нужно музыкальное образование без музыкального образования вы можете стать неплохим звукорежиссером но саунд-продюсером нет то есть музыкальное образование это то что позволяет человеку правильно осмыслить и понимать мы же создаем продукт поэтому для того чтобы создавать продукт вы должны знать изнутри всю эту кухню поэтому музыкальное образование для музыкального продукта и продюсера это обязательная вещь по крайней мере даже может быть не столько образование сколько по крайней мере музыкальный опыт потому что есть масса талантливых музыкантов у которых нет образования и их природной интуиции природное чувство красивого позволяет им создавать интересные треки и заниматься музыкой то есть не само образование важно а важен музыкальный опыт наверно так а какими основными чертами характера и знаниями должны обладать музыкальные продюсеры ну по поводу характера мне сложно сказать наверное просто характер должен быть цельный да а по поводу знаний сама профессия саунд-продюсера она лежит на стыке двух профессий с одной стороны это технические знания знания электротехники знания акустики и так далее и это в общем совсем техническая сторона а с другой стороны это музыкальная профессия человек должен быть я уже говорил да человек должен быть музыки поэтому на самом деле очень широкая сфера знаний должно человек должен обладать очень широким кругозором знать хорошо музыку знать хорошо разные стилистики потому что приходится работать сегодня реги завтра джаз послезавтра рок потом панк рок и так далее поэтому знание стилистики всех знания инструментов понимание того допустим что ну то есть я уже говорил по поводу стекла до понимание того что почему барабанщик допустим плохо играет у него допустим устала нога или рука до или вокалист себя не слышит и на поэтому начинает фальшивить то есть если ты знаешь все это изнутри тебе гораздо легче помочь тому человеку который стоит с той стороны стекла вот sound продюсеры большую часть своего времени проводят студии а для вас люди это что что для меня студия ну давайте да наверное году 87 я первый раз жизни попал в студию и первый раз жизни я услышал искусственную реверберацию то есть когда звукорежиссер нажал стоп на магнитофоне а звук еще летал какое-то время вокруг меня меня это поразило жутко то есть для меня это было просто каким-то чудом немыслимым вот что такое студии для меня наверно студии вот с тех пор для меня это все равно то же самое что побывать по ту сторону алтаря то есть батюшка там служит но нам туда нельзя да и вот когда как бы мои отношения она сохранилась то есть студии это не нечто такое какой-то храм для меня как-то так спасибо за интервью александр до новых встреч спасибо влад был приятно пообщаться